привет друзья рыбаки я предыдущем видео видео показывал как можно собрать удочку за 30 секунд но естественно из из заготовленных деталей начну рассказывать о том как в общем то как мне эта идея пришла в мысль голову вы помните до предыдущих видео я очень-то рассказывал как я делал сторожки назвал его 6x сторожок вот приблизительно это как раз то есть то есть этот якобы 6x сторожок и еще в одном видео я показывал как можно 6x сторожок использовать для отдельно для ловли рыбы этот вторая мысль вот и теперь я просто покажу смысл моей удочки которые собрал на 30 секунд которая не служит верой и правдой уже более 15 лет вот это одна из первых удочек собрана из кончика спиннинга то есть это был 6x сторожок я сделал то есть тут пружинка пустотелый шестик насадил на него ручку насадил на него ось сделал пропускное колечко для лески чтобы она не сваливалась с удочки поставил ножки ну и в общем то шайбу сделал из подручных материалов то есть это обычный пластик в общем то и пошел на рыбалку первая же рыбалка не дала возможность в общем то хорошо на нее половить но сами по себе сторожки хорошо работают но здесь вот например мормышка шестерка и она в общем то чувствуется в руке когда удочка максимально облегчена но она такая мощная удочка за счет того что я могу поворачивать вот эту часть насадку то есть сам сторожок я могу и блеснить на нее на эту удочку спиннинг был 1040 тестом кончик сломал я ну по нелепости как обычно выбрасывать стала жалко я из него сделал вот удочку это для блеснения так вот я использую то есть если там маленький балансир чик в принципе любой какую леску повесишь на такой можно и ловить вот блесенки то есть для блеснения таким образом держим ножки пригождаются но так как на льду всегда есть крошки ледяные снег в конце концов черпак она как бы можно вас ну сейчас посмотрим она неустойчиво потому что весь мормышки все-таки большой но я обычно подкладываю сюда чего-нибудь там например там бугорок лунки сделаю там снега лединку и у меня получается как бы дополнительно ножка и ручка за которую я работаю она не стоит на снегу она висит и мне это довольно таки стало тоже комфортно этим пользоваться то есть теперь я уже не заморачиваюсь что мне удочка допустим легкая и на нее в общем-то ловить но контролировать за ней надо ее надо потому что рыба бывает крупная и может удочку эту тащить но у меня еще не было таких случаях потому что ловлю стараюсь на одну удочку и она практически у меня находится все время в руках эту удочку то есть вот ну еще раз продемонстрирую чем хорошо когда есть шестик сторожок то есть вот удочка у меня шестик старожок направили мощно-то параллельно плоскости катушки теперь мне надо его развернуть я просто беру разворачиваю пластиковую насадку на в которой монтируется сторожок и он у меня получается уже таким образом то есть я могу объяснить уже удобно в рукавице держать как ручка вот сейчас пока соберу вот а так в эту ручку сделан для того чтобы ловить в основном двумя пальчиками то есть вот сделали двумя пальчиками то есть подбрасывать играть мормышкой ну и соответственно то есть это как бы у меня отправной материал был кончик потому что я так подумал что он очень прочный и ручки здесь ну как таковой корпус совершенно и не надо в общем-то я собрал на шестики у меня получилась облегченная удочка потом я пошел дальше потом пошел дальше то есть я уже начал делать удочки ну более такие легенькие маленькие миниатюр ненькие вот для ловли на безмотылочку для в ловли на мормышечку маленькую они у меня тут оснащены вот это без на безмотылка по перволюдочку я ловил гвозди шарик и нимфа хорошо на него садится сторожки у меня как видите можно отрегулировать вообще но любой так сказать вес мормышки или там без насадочной или хоть с насадкой работают удочка совсем облегченная то есть и держишь в пальчиках можно вес сделать ну вернее леску тоньше сделать как я уже в одном из видео показывал смысл от ловли на тонкие лески и можно ли порвать или нет тут когда держишь двумя пальчиками то допустим на леска держит допустим 500 грамм допустим и вот нагрузку сделайте вот когда держите в двумя пальчиками 500 грамм нагрузку видите в пальцах она проминается и соответственно уже как бы это есть и амортизатор и избегаете от обрыва при резкой поклевки или чё то вот держите в двух пальчиках вот и она вот у меня проворачивается не говоря уж о леске более там толстой там например 012 015 так далее вот сейчас вот удочки более все такие облегченные но здесь она у меня такая боевая удочка когда течение на волге нет хорошего то есть я ловлю четверочкой где-то на четырех-пяти метрах мормышечка четверочка и ловлю ну любую рыбу я из плотва окунь ну что попадется даже случай судачков таких неплохих до полутора килограмм я вот на 016 леску вытащил на 3 800 но это на другую удочку а на вот такой конструкцию ручки на полторашку я судачка взял вот посмотрите простая конструкция все очень просто катушка была вот такая я ее немножко уменьшил то есть она мне стало легче заведомо и ручку убрал она стала легче немножко позже видео я покажу как можно добиваться ну минимального веса своей удочки потому что ну все-таки если брать без мотыл без мотыльную ловлю то соответственно удочка должна быть максимально если виднее минимально легкой и максимально легкой максимально легкой или минимальными в общем-то там определяйте сами вот удочка тоже делал для того чтобы можно было ловить там настоящую сделал сюда ножички небольшие простая конструкция ножки сделал даже видите у меня оси и испортилась я все в общем-то собрал в общем-то другую ось ось и получилось у меня удочка такая ну хорошо работающая то есть сторожок выдвигается в общем-то чувствительная удочка сейчас вот подхожу к следующей удочке которая ну разберу я покажу смысл еще дополнительный второй вид вот такая удочка это уже удочка может как бы спокойная ручку специально сделал немножечко потяжелее вот эту потяжелее центр тяжести сместился ножки поставил и соответственно вот мормышка ну в общем то она устойчивая для ловли но сравнительно легкие мормышки удобно в ящике и складывать транспортировать удобно но теперь вот я расскажу про удочку то есть вот это удочка собрана на цельном шестики то есть она как бы сама по себе конструкции жесткая и можно закреплена она катушка катушка ручка все приклеена капелькой клея хотя на следующих удочках я клея перестал пользоваться просто подгоняю отверстие чтобы она как можно максимально садилась так как форма коническая то все детали садятся максимально плотно и не требует больше там клеевых каких-то вмешательств дальше ну вот удочка сейчас я вот ее разбираю из чего она у нас состоит это от каплей каких-то глазных в общем то штучка я сделал резьбу это от авторучки одноразовой то есть вот она подошла по диаметру авторучка ну немножко чуть-чуть подогнал нарезал резьбу просверлил дырочку и в общем-то посадил на шестик вот это из вот это из прочного капрона капролон вроде как называется можно делать из пластика вот формочки ну из чего в общем то не приколочено в общем то лишь бы леска не прорезала этот материал ну как бы прочная была для лески то есть это можно сделать или пластик или капрон или капролон вот и все чтобы леска была ну смысле чтобы не провязала леской вот эту вот часть и вот еще одно дополнение у меня маленькая то есть как я стал вообще использовать практически безотходное у меня производства вот кусочек кончика от допустим летние удочки я на ней собрал вот ручку видите на собрал ось собрал сюда пропускное колечко которая еще является как бы направлением для лески сюда можно также место оставил для ножек если необходимость будет и вот шестик шестик вставляется через ручку у меня и еще есть дополнительная вариация можно изменять длину удочки но соответственно тут немножко подогнать надо изменяется длина удочки вот то есть вот от такой посмотрите на лист а4 формат то есть он 20 на 30 сантиметров можете прикинуть пропорции выдвинул на 5 сантиметров получается длиннее удочка то есть как бы немножечко компактно вот эта деталька этот если на сторожки спортсмена ловят да на спортивной сторожки как они называются пластиковые сторожки лавсановые 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 сторожки то есть то уже насадив такую штучку не надо через лавсановый сторожок там пропускать через тонкую капронную трубочку чтобы там его как-то оснастить пропустили сюда сразу колечко вот это который на сторожки одевается через него в колечко уже в конец и все во первых удобно во вторых ну практично общем получается вот значит надеваем катушечку и одеваем стопорное колечко ну давайте взвесим вот эту удочку просто как вот отправной вариант вроде тут ну практически все миниатюрно капролон он тяжеленький сама катушка тоже тяжеленькая но шестик практически ничем не отличается пробка она тоже это тяжелый материал сравнительно по сравнению хотя бы например с пенопластом вот я беру весы включаем весы так но я сейчас удочку эти вот немножечко уберу вес обнулен в граммах взвешиваем вот она настолько сбалансирована что в общем то она видит спокойно держится на вот эта удочка весит 1198 но 12 грамм вот эта удочка есть как можно удочку эту еще облегчить дополнительно ну допустим я возьму вот этот шестик маленький мы делаем удочку например на уклейку удочку на уклейку берем маленький шестик да здесь будет лавсановый на сторожочек маленький невесомый ну и начинаем монтировать то есть все равно мне здесь детальки я подобрал ну минимальные так внуляю значит вложим допустим шестик длина шести к подойдет подойдет ложим алфина то есть вот он пол грамма у нас весит теперь берем ось для катушки вот она сделала тоже из шариковой ручки одноразовый . то же самое стопорная гаечка которую тоже можно в принципе сделать еще тоньше ну ось я думаю что это на на практически минимально то есть вам наберем ось катушки можем берем направляющую ну направляющую для лески то есть она также одевается на 6 всегда у нас вот отверстие дырочка так ложим это я не буду вот эту пробку она где-то вот эта пробка сама уже весит 6 грамм если из нее там обточить ручку она весь имеет другой я уберу пенопластовую ручку вот и им даже можно еще уменьшить дополнительно ставим пенопластовую ручку так 3 грамма так все у нас детали есть до ручка ось катушки зажим направляющие колечко и вот я в одном из видео катушка для телеги и балалайки делал катушки ну и соответственно вот я как раз одну из таких взял катушечку который самодельно вот но она сделана из спины спине на полиуретана плотного и вот из лазерных дисков вот оболочка его сделать можно еще наверно меньше вот катушечку она тоненькая вот я ее тоже вожу так у нас там выключилась сейчас мы сделаем снова то есть я ложу эту катушку так насколько у нас тут получается так неправильно сделал то снова выключился все снова делаем повторяем то есть обнуляем тара у нас вот обнулили все снова ложим шестик ось катушки катушку ручку и вот ну пускай будет химграм 7 грамм у нас здесь то есть еще можно облегчить катушечку вот эту можно сделать гаечку поменьше сделать можно ручку поменьше вот удочка меньше 7 грамм и это не предел можно еще уменьшать вес ручку можно сделать но чтобы лишь в пальцах удобно держать то есть это можно довести это все до до совершенства вот и получается что у меня получилось супер легкая полноценная удочка а вот если просто взять у пробку на вашего смотрим медики пробка весит 7 37 грамм пробка взять катушку которая ну не обработана не переделана 5 и 3 грамма ну в общем то вот можно так вот импровизировать ну еще раз повторюсь вот об этой удочки вот этой удочки как я говорю не не вот этой конкретно вот вот этот 1 удочка я уж на нее тут она видала виды это из мебельной фурнитуры сделана ось под эту удочку там диаметр 7 мебельная фурнитура под 8 в общем то я миллиметрик снял и даже вот сделал зажимное колечко можно сделать его маленьким но сделал такое оранжевая она мне удобно просто рукой держишь и во-первых вот эта часть является если блеснишь как бы фиксатором то чтобы удочку не вырвала здесь пальцем опора когда облеснением занимаешься то есть такая удочка в общем-то универсально получилось и прочность удочки зависит от шестика которая на которой все это монтируется вот все просто вот а это удочка дополнительно еще что шестик можно поменять то есть если ну при каких-то механических повреждениях случилось что сломался например этот шестик сторожок или можно вот у меня есть удочка из зонтика то есть цельные сторожки стеклопластиковые то есть они тоже но прочная на практически на любую рыбу то есть подсекаешь она гнется в три погибели а не ломается вот вот основные преимущества вот этих удочек у меня вот рыбаки вам есть есть мысль и повод для размышления как можно делать очень просто и быстро сравнительно удочки минимум затрат минимум энергии но удочки производительные удобные любой конструкции я постепенно может буду выкладывать вам еще удочки которые которые я использую я практически на покупные удочки сейчас редко ловлю но использую балалайки вот укрепленный блесенек уча в данный момент на волге очень сильное течение на 4 метрах ловлю и восьмерка вольфрамовая только-только дна достает вот это еще использую а так в основном все самоделки и самоделки которые для меня уже стали у нас только практичны что я применяю их практически в любых случаях жизни если забыл блесенек например есть у меня удочка здесь например леска 0 16 0 18 вот я могу поблеснить на нее хоть балансир чекам хоть блесенкой надо поставил мормышку ловлю на мормышку одержать ее удобно просто на ауту и в руке хорошо держится можно и пальчиками и полностью обхват и как хотите ее можно тут держать ну для любой игры в общем то можно приспособиться вот рыбаки надеюсь не трудно вам за мой усердный труд ставить лайки кому нравится надеюсь что мой совет был полезный все-таки я это держал в тайне более 15 лет ловит рыбаки в основном костроме кому я делал или подарил эти удочки и вот эту удочку я назову удочка легкая легкая удочка будет просто удочка легкая а потом уже буду называть у меня есть идея назвать удочку стрелка это не от того что она на стрелу похоже а просто я на ней на нее ловлю на стрелке это слияние рек волга и костромка и на стрелке я рыбку ловлю и естественно на в устье костромки я тоже хочу удочку одну назвать костромка в честь вот этой речки маленькой которая рядом с ипатьевским монастырем проходит вот русло ее я хочу назвать костромка то есть у меня будет удочка легкая стрелка и костромка то есть конкретно вот эта удочка легкая можно здесь поставить пенопластовую ручку но пробка она на данный момент неудобно то есть я сейчас они страны не стремлюсь пока вот ловить на безмотылки потому что вышел на волгу и мне сейчас в основном волжская рыбалка вещает то есть на последней рыбалке поймал 5 изей до килограмма полипашину одну шестую рыбку ну удовольствие получил достаточно много на такие тонкие снасти сравнительно но смысле удочки легкие чувствовать вот эту поклевку чувствует подсечку довольно таки много удовольствия доставляют ну ладно счастливы рыбаки до новых встреч пользуйтесь моими советами ставьте лайки я буду стараться вам предложить еще что-то новое то чего может быть даже еще и не видели до новых встреч на рыбалке